Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 12 декабря 2021 года У микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния Сегодня поговорим немножко о Рождестве и о Новом Годе Подумаем о подарках, которые можно делать своим близким А кроме того, поговорим об инфляции и обезработице Потому что не все, наверное, хорошо понимают, что такое обезработица Как она считается там и чем грозит нам инфляция Но начнем мы с того, что несколько лет тому назад Я написал приключенческую повесть, которая называется «В поисках Хью» По-английски я ее писал и она звучит так «Looking for you» Сейчас она переведена на русский язык Написанную как бы для детей и юношества, но на самом деле для взрослых И послал ее в ряду консервативных деятелей Соединенных Штатов Америки И получил отзывы Вот часть из них Член Конгресса Мишель Бахман Кстати, в те времена она баллотировалась, была кандидатом в президенты Написала мне «В своей книге ты просто и ясно объяснил основные положения капитализма И сделала это увлекательно, креативно, и я очень надеюсь, что книга найдет широкую аудиторию Известный радиоведущий Кевин Маккуло написал захватывающую историю Написал мне И о капитализме в стиле Орвелла Ему вторит критик из Лондона Написавший «Это замечательная работа ли он?» И я, читая ее, я чувствовал те же эмоции, как когда-то, когда я читал 1982-1982 год Орвелла Телеведущая Терри Гилберт написала замечательная написанная фантазия о приключении Которая напомнила мне «Скотский двор» Орвелла Тоже опять Орвелла, третий человек уже «Алиса в стране чудес» Вот, скажу честно, это очень приятно, когда тебя сравнивают с Джорджем Орвеллом Руди Джулиани написал очень проницательно Он тогда тоже думал баллотироваться в президенты Сара Палин, кандидат в вице-президенты Написала «Здорово! Желаю успеха!» Карл Рофф, тот, кто блистательно провел выборы Буша-младшего Написал «Хорошо!» с выклицательным знаком А тогдашний председатель республиканской партии США Такой Майкл Стилл написал «Поздравляю с хорошей и нужной книгой» Значит, естественно, они читали в поисках Хью по-английски А сейчас повесть переведена на русский язык И ее можно купить на двух языках Либо на том, либо на другом На сайте школы Камертон Кстати, вместе с еще одной книгой То есть, ну, вместе Другую книгу тоже можно купить Сборником истории, ревусов, загадок и притч под названием «Капитализм 101» Или «Капитализм 1-1», если по-английски Тоже на двух языках можно ее купить И тоже написаны как билетристика Это не сухой учебник, а это билетристика Книги в электронной форме И они будут прекрасным подарком вашим друзьям и родственникам возраста от 10 до 100 лет А ссылка на книжную полку на портале Камертон будет ниже дана Вот, приобретайте на двух языках, на самом деле, себе и детям А, значит, книги также продаются на Амазон Куча других веб-сайтов Но только по-английски, естественно По-русски они только вот на Камертон в школе, на книжной полке Вот, два дня назад Это другая уже тема В моем очередном выступлении я затронул тему бизнеса Занимаясь которым по 2-3 часа в день Многие известные мне люди уже получают под приблизительно 1000 долларов каждую неделю И ежемесячно наращивают свои доходы Делают они это, привлекая своих знакомых, родственников, сослуживцев, незнакомых людей Покупать различного рода товары на сайте компании Atomi Я рассказал о том, чем отличается Atomi от многоуровневого маркетинга Типа там, Гербалайф, Эмвей и тому подобное И, как мне кажется, объяснил, что Atomi взяла лучшее из этих монстров многимиллиардных Но исключило любые обязательства выполнять нормы, заставлять других закупать товары Покупать товары на продажу и вообще делать что бы то ни было Что рискованно и может нанести урон или финансовые проблемы покупателям Тем не менее, достаточно много людей, моих зрителей, написало, что это пирамида Соответственно, с, естественно, негативным, как бы, так сказать, отношением к этому И что, мол, они уже обожглись на всяких там чарах, там, мавроди и других схемах, как они написали Господа, что такое пирамида? Это когда вам говорят, дайте денег, а мы вложим их в алмазы, там, нефть, там, не знаю, в пушки, в пушнину Во что угодно, и будем зарабатывать так много, что будем отдавать вам ежегодно за ваш вклад 100%, 200%, 300% Значит, вашего вклада каждый год И сто лет подряд Вот, на самом деле, первыми вкладчиками, значит, люди, которые стали первыми вкладчиками Значит, первым лохам Отдают деньги, которые поступают от вторых лохов Потом от третьих лохов отдают и тем и другим А когда лохов становится очень-очень много Все деньги вывозят в неизвестном направлении и сами исчезают В Атоме вы покупаете товары То есть, за свои деньги вы получаете товар Причем тот товар, который нужен вам Не на продажу, не на склады Вам он нужен Вы пользуетесь им, я не знаю, условно говоря, там, зубная паста, шампунь Какие-то приборы, что-то связанное с косметикой То есть, такой набор хорошего магазина здоровья и косметика, скажем, мы зайдем вам вот так То есть, вы заплатили деньги и получили товар Вы все равно его покупаете То же самое, что делают Амазон То же самое, что делают Барсон Нобел с книжками Там и множество других продавцов Множество других компаний, которые работают, скажем, на интернете Или просто ходите в магазин и там покупаете Но Амазон и другие тратят миллионы и миллиарды на раскрутку На маркетинг, на рекламу А Атоми пошла путем вот многоуровневого маркетинга И покупатели за то, что они приводят других покупателей Они получают те деньги, которые Амазон, скажем, тратит на рекламу А Атоми берет, значит, прибыль Себе берет 30%, а 70% прибыли Значит, делит пропорционально между вами В классическом многоуровневом маркетинге Который мы знаем, там, Гербалак, например А вас пытаются заставить покупать ежемесячно Не менее, чем на какую-то определенную сумму И вам приходится искать, кому продать излишки Потому что вам столько не нужно, сколько нужно вам покупать В свою очередь, вы толкаете тех, кого вы привели покупать Ненужные им товары, чтобы они даже покупали Зачем? Ну, понятно, зачем, так сказать Выполняйте норму, тогда люди, которые под вами Подписаны под вами, вы их привели Они будут приносить вам тогда прибыль Если вы не выполните норму, то вам ничего не будут платить Ну и тому подобное То есть, такая заставляловка В Атоме ничего такого нет Вот, вы приглашаете друзей Они закупают то, что им нужно Нужно только им, вообще не нужно ничего больше покупать Никому продавать не нужно А с их покупок вы получаете какие-то определенные проценты Они будут варьироваться, потому что в этом месяце В Атоме больше прибыль в том месяце Меньше прибыли и тому подобное Но 70% этой прибыли делится между всеми теми, кто приводил людей Вот, кстати, вот Visa и MasterCard Дают вам проценты, обратку С ваших покупок А в Атоме, значит, такая же, как бы, проценты и такая же обратка Идет с покупок не только ваших, но и ваших друзей То есть, вам это не идет с ваших покупок С ваших друзей И тех, кого привели в Атоме Ваши друзья там и тому подобное Атоме делает что-то очень правильное Потому что миллионы людей пользуются ее товарами Их количество все время увеличивается И они очень довольны и ценой, и качеством Итак, если вы хотите узнать, как сидя дома Работая по 2-3 часа в день Начать получать по 1000 долларов в неделю Свяжитесь с Зиновием Информации о нем будет ниже И он вам дообъяснит Все, что, так сказать, нужно объяснить И запишет вас Или поможет вам подписаться Кстати, посчитайте Значит, в году 52 недели 52 умножат на 1000 Это 52 тысячи долларов в год Совсем неплохо для работы Сидя дома Да еще и не очень перетруждаясь Поначалу надо будет поработать Привлекать людей Объяснять им Рассказывать Подписывать Помогать им Туда-сюда И Зинови И другие люди вам помогут Но потом вы Просто продолжаете покупать Продолжаете рутинно общаться с друзьями По этому поводу И начинаете получать хорошие идеи Окей Хватит об этом Давайте перейдем к сути Сегодняшнего разговора Меня часто спрашивают Вот происходит инфляция Товар и бензин Там вообще все дорожает Но правительство И многие экономисты Говорят, что это временно Ну и кроме того У нас маленькая безработица Говорят Меньше, чем даже у Трампа У Трампа была там 4,46% Почасто, так сказать Чуть ли не 4% И страна встает из руин Которые после ковида Ковид виноват Трамп виноват Кови виноват А нынешнее правительство Делает все так хорошо И так замечательно Что Вот прекрасно Ну подумаешь Немножко инфляции Значит, все остальное Это цифры и тенденции Хорошие Говорят нам Ну, не уверен я Что все остальные Цифры хорошие Но давайте попробуем Разобраться Что хорошо сейчас А что плохо Сейчас В Соединенных Штатах Америки Давайте подумаем о том А как, собственно, считается безработица Что это такое Вот Вы, наверное, думаете Что Посчитали Те, кто не работает Кто в возрасте И здоровье Кому позволяет работать И таким образом Выяснили Количество безработных И дальше Высчитали процент Да? Нет Это не так Вы считаетесь безработным Там такой Так сказать Вы поначалу В ней не поверите Но потом Полесьте, пожалуйста В интернет И проверьте Как считают безработицу В Соединенных Штатах Америки How? Значит Labor Department Count Unemployment In the USA Попробуйте И вот Вы считаетесь безработным Если вы Активно Ищите работу Такое странное определение Активно Ищите работу Что же это могло бы Знать? А, да Или те Кто совсем недавно Был уволен В течение, как Четырех недель Да Он может Уволен И еще не ищет работу Но он тоже Считается безработным Если вы активно Рассылаете резюме Если вы активно Заполняете анкеты На веб-сайтах Работодателей Если вы ходите На интервью И все это За последние Четыре недели Последние Четыре недели Если же Четыре недели Вот до того момента Как они посчитали Безработицу Вы не делали Ничего Из этого Из этого Уехали Легли на песок И сказали Передышка Больше не могу Да? Все Вы не считаетесь Безработным Точка Хотя вы им Являетесь Миллионы людей Знают Что Получит чек От правительства Как владельца Малого бизнеса Они себе придумали Малые бизнесы Потом Подали от этих Малых бизнесов И начали получать От государства Какие-то Сумасшедшие деньги Как бизнесы Терпящие убытки Или по многочисленным Программам Штатов И федералам Или работают Зналичные Для того Чтобы получать Бенефиты Не показывая Ниаких денег В эпоху Ковида Государство Разбрасывает Деньги Как пьяный Матрос Который Сошел на берег И очумел От того Что почва У него Не корабль Который Качается И начал Многие получают Всякие Помощь Программы И вот эти Свалившиеся На них Деньги Они на них Живут Вместо того Чтобы искать Работу Вы наверное Знаете Что у нас Не хватает На низкооплачиваемых Работах Несколько Миллионов Человек Я потом скажу Точные цифры Куда они Делись Они ведь Только что Были Только что Были Просто Работать На зарплату Которая Менее 40 тысяч Долларов В год Стало Невыгодно Если Даже Вы Искали Работу Целый год А потом Последние Четыре Десяти Искали Все Вы не Искали Вы Из Статистически Не работающих Вы Были Но Многие И не То Что Четыре Десяти Восемь Двенадцать Шестнадцать Сколько Угодно Не искали Эту Работу Потому Что Им Не Выгодно Работать Но Давайте Взглянем На Еще Одну Цифру На Это Называется По-английски Labor Participation То На Какой Процент От тех Кто Может Работать Работает А Какой По Всяческим Причинам Нет Вот В Январе Двадцатого Года Labor Participation То Количество Работающих Было 63,5 Процента Из Тех Кто Теоретически Может Пойти На Работу Сейчас Это 61,8 Процента Вам Разница В 1,7 Процента Ну Небольшая Разница А в Октябре 21 Года Значит У нас Было Людей Которые По Водрасту Могут Работать 161,4 Миллиона Они Могли Работать И Эта Небольшая Разница Составила Почти 3 Миллиона Человек То Есть Вот Эта Разница В 1,7 Процента Составила Около 3 Миллионов Человек Давайте Теперь Соберем Информацию Воедино Тоже Тоже самое Бюро Занятое С США Которая Вот Говорила Про То Что Было Что Статистика Сейчас Что Безработица Сейчас 4% Показывает Показывает Что Если Считать Так Как Надо А Не Политически Обманывают Дурачков Да То Безработица У нас Не 4% А Как Минимум 8% Люди Люди Тоже Работ Работ Делается За Наличные Среди Неработающих Безработных Куда Они Прорвалились Просочились Между пальцами Работодатели Не могут Найти Вы Ездите По улице Вы Видите Везде Написано Требуется 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 Невыгодно Стало Работать За Меньше Чем 20 Долларов Час То есть Это 40 тысяч Годовых Невыгодно Выгоднее Саниматься Чем-то Другим Высасывать Там Из Разных В имени Государства Или Штата Высасываются Какие-то Деньги Плюс Как я уже Говорил Работает За Наличные Плюс Получать Всякие Займы Которые Не надо Будет Отдавать Обрат Более Выгодно И Целесообразно Стало Сидеть Дома И Получать Государство Всяческие Субсидии И Бенефиты Понимаете Да Еще и Бенефиты Люди Получают Сными Словами Нас Опять Держат Залохов Наши Дети Их Друзья Вот Они Верят Болтовне Политиков И СМИ И не Удосуживаются Залезть В интернет И выяснить Все Все Сами Потому Что В школах И университетах Их Тщательно Отучали Думать А учили Запоминать То Чем Им Пробивали Возгать И верить Без Сомнения Потому Что Если Ты Сомневаешься Великой Доктрине Светлого Будущего Построенного На Идеи Что На деньги Отнятые У Умных Способных Создавать Новое Способных Иммунизировать Бизнес И людей Можно Взять И Сделать Счастливыми Всех Вот Если Ты в это Не веришь Что Ты Враг Кто Был Никем По Этой Доктрине Становится Всем А кто Раньше Был Всем Превращается В Дойную Кору Без Права Мы Чать А Вообще Идея Демократов Напечататься Занять Отобрать У вкладчиков Деньги И раздать Их Народу На этом Усилить Экономику Победить Инфляцию И победить Нищету И бедность Ни разу Пока В истории Не удавалось Никогда В истории Ни одно Государство Не удавалось Построить Как Обеспеченное Общество Создать Новые Рабочие Места Развивать Индустрии С помощью Вливания В народные Массы Огромного Количества Денег Если бы Это было Возможно То Как только У какой-либо Страны У любой Начинались бы Экономические Проблемы Самое Простое Рецепт Выхода Из кризиса Всегда Был бы Один Начать Печатать Огромное Количество Бумажек Раздавать Людям Занимать У соседей Если не дают Выжимать Деньги У тех Кто Из них Создает Новые Предприятия Новые Бизнесы Новые Там Рабочие Места И тому Подобное И Отобрав Все Раздав Уворов Уворовав Часть По дороге Естественно А Спрятав Не уровав А Раздать Это В народные Массы И таким Образом Немедленно Улучшить Экономику И уровень Жизни Населения Опыт Опыт Столетий Показал Все действия Которые Сейчас Пропагандируют Байден И демократы Ведут Катастрофе К разорению И Обычно Кончаются Диктатурой Либо Пролетариата Либо Беднейшего Крестьянства Либо Кучки Деократов Демократов Или Просто Кратов Так что Попытайтесь Объяснить Это Своим Детям Или Тем Людям Которые Говорят О Байдена Потрясающе Все Потрясающе Все Великолепно Все Развивается Вот Как-то Оно Не Складывается Оно Не Развивается Оно Никак Не Может Войти Обратно В Нурму А Деньги Обесцениваются Из-за Того Невероятного Количества Денег Которые Они Печатают Занимают Надо Будет Их Отдавать С Процентами Когда Они Печатают Деньги И Огромное Количество Товару Мало Потому Что Еще Из-за Них И Дефицит Возник Шорточ Как Они Называют Товаров Это Просто Шорточ Почему Просто Так Не Возникает Вот Это И Есть Начало Дорога К 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